Итак, спасибо, что все собрались на нашем учительском собрании. И сначала я хочу вам сказать... Поним! Это ещё что за... Катина Ивановна, откуда у вас опять шарики? Ня-няю. Как вы умудряетесь их всё время проносить незаметно? Ня-няю. Ладно, спрячьте их, пожалуйста. Так, все вы, наверное, знаете о том, как порой наши ученики... Хаги Вагевич, можете не рычать, пожалуйста, во время собрания? Ага. Спасибо. Итак, о чём я говорил? Стиралку засуну и на тысячу оборотов включу. Опс. Так вот, наши ученики совсем с катушек слетели. Один утку на голове таскает, второй ящерицу. Так они ещё дерутся между собой, и получается один сплошной дурдом. Марина Комочкоблёвовна, опять вы за своё. Спасибо. Зачем вы вообще едите эти комочки? А потом они выходят из вас. Спасибо. Так вот, к чему я? Хочу вас попросить сохранять дух серьёзности и невозмутимости. Мы должны быть примером для наших учеников. Понь. Котина Иванов. Вэ. Вэ. Извините. Понь. Р. Понь. Р. Вэ. Ой. Р. Понь. Вэ. Пой. Р. А вы ещё кто? Мириня Кисьмисевня. Что за дурдом вы тут устроили? Кля. А утку кто сюда впустил? Р. Кля. Кажется, мне пора брать отпуск. Так, сегодня я хочу представить вам нашу новенькую. Знакомьтесь, ребята. Паукова. Приветики. Ну всё, садись. Сейчас начнём урок. Вот объясните мне, почему вы все таскаете этих уток, лягушек и пауков на голове? М? Паукова, вот зачем тебе этот паук? Не меня за Паукова. Справедливо, конечно, но можно было его и дома оставить. Катулькин, угомони свою ящерицу. Они у меня просто пауков не очень любят. Вот видишь, Паукова, не хватало мне ещё этих шипений на уроке теперь. Из-за ваших рептилий и пауков. Извините. Ну вот, теперь он убежал. Вот и отлично. Теперь не будет нам мешать. А то совсем уже. Таскаете на голове, кого попало. Скоро слона притащите сюда. Что за... Он что, на мне? Тебя! Сосиска у меня в глаз. Дурдом какой-то. Фух, наконец-то в буфет вырвался. Как же я устал на этих уроках. Учиться никто не хочет. Ерундой страдают. Одни игрульки на уме. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот что? Мне, пожалуйста, вот эту булочку и чаёчек. Вот, пожалуйста. Спасибо. Геннадий Петрович. Лотков? Вот нигде от тебя не спрячешься. Я такой, да. Тоже покушать пришёл? Да, макарёшки вот. Так они ж сухие. Ну ничего, я погрызу. Ну ты даёшь. Хотите, помогу вам отнести вас чай с булочкой к вам на стюрик? Да, спасибо, Лотков. А я тут ещё чего-нибудь повыбираю. Так, мне ещё, пожалуйста, вот этот кексик и водичку. Фух, наконец-то. Хоть чаю выпью. Так вымотался. Где там мой чай с булочкой? Кря. Это что ещё за чай с утятиной? И где моя булочка? Лотков? Что? Где моя еда? Ваша булочка случайно ко мне всего-то взяла. Ты с ума сошёл? А что я кушать буду? Извините. У меня ещё сухие макарёны остались. Нядя? Нядя! Итак, ребята, сегодня я представлю вам нашего нового учителя географии. Знакомьтесь, Хаги-Вагевич. Здравствуйте, Хаги-Вагевич. А теперь давайте каждый по очереди будет называть любую страну. А наш Хаги-Вагевич скажет, правильно это название или нет. Катулькин, давай ты первый. Южняя Корея. Странно. Кажется, он имеет в виду, что ты ошибся, Катулькин. Не умолить тогда Южняя Хаги-Вагия. Угу. Странно. Он считает это правильным ответом. Ладно, давайте дальше. Тыгодыков. Ну, Казахстан? Хаги-Вагистан? Угу. Так, Хаги-Вагевич, вы совсем больной. Не существует таких стран. Есть только Южная Корея и Казахстан. Никаких Хаги-Вагистанов не бывает. Все, все, молчу. Гладков, давай ты. Соединение Учачья Королевства. Ррр. Кря. Ррр. Кря. Дурдом какой-то. Итак, сегодня у нас будет урок сыщиков. Каждый должен будет замаскироваться, так, чтобы я его не узнал. Все готовы? Ладков? Да. Кусев? Я-да. Сосискин? Все. Катулькин? Катулькин, опять ешь на уроке? Угу. Ну все, приступаем. Так, ну что, все готовы? Да. Ну давайте посмотрим. Вот ты у нас кто? Секретики. Дай-ка угадаю. Катулькин? Нет. Ладно, перейду пока к следующему. Сосискин, это же ты. Нет, не я. Да что ты врешь? Тебя твоя сосиска выдала. А вот и нет. Я Кусев. Сосискин мне свою сосиску дали. А мне Кусев свою лягушку. Ква. Ого, вот это вы молодцы. Пять обоим. Уря. Так, следующий. Ладков, я тебя вижу. Нет. Что нет? По-твоему спрятаться за утками это маскировка? Это не я. Сам признался, сказал я. Квотин я. Кря. Маскировочка пряталась. Погоди-ка, тыгадыков ты что ли? Со своими чипсами. А где тогда Ладков? Нет, утечки. Так, начинаем урок, ребята. Сегодня у нас новая тема. Изучим с вами, что же делать, если ваш любимый мячик случайно попал в унитаз. Минутку. Ладков, а где твоя утка? Украли. У какой ещё крали? Да не украли, а украли. Утасили в смысле. А, украли? Как так украли? Я не няю. Я просто шёл по улице, смотрю, а утка пропая. Так может она убежала просто от тебя? Ну нет, она хорошая у меня. Ну ты даёшь, Ладков. Ладно, после урока вызовем полицию. А сейчас продолжим урок. Так, урок окончен, ребята. Все молодцы. Особенно Ладков. Мне показалось, ли ты без утки лучше учишься. Вам показалось. Ну ладно. А вот, кстати, и полицейский. Здравствуйте, я майор Лапкин. Я слышал, у вас пропала утка. Я зёртенькая такая. Ну что ж, пройдёмте в участок и будем разбираться. Да, понадобится ещё два свидетеля. Ну давайте я пойду. Кто ещё хочет помочь Ладкову? Я. Кусев, отлично. Ну вот и отлично. Спускайтесь, буду ждать вас внизу. Значит так, мы проверили всю информацию и нашли предполагаемое место кражи вашей утки. Но больше никаких зацепок. Как же так? Не волнуйтесь, у нас есть наш полицейский экстрасенс. Он найдёт воришку. Мистер Кусицапкин, приступайте. Всё. Это ещё кто? Здравствуйте, у вас тут специального утечка к ней найдётся? Нет, не мешайте следствию. Офицер, а может, вы видите наш воришка? Узбойный он подозрительный. Да, офицер, мне тоже так кажется. Что за чушь? Я тут детектив, не мешайте работе. Экстрасенс Кусицапкин, приступайте к работе. Всё. Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Минуточку. Кажется, я что-то вижу. Что там? Много зубов и бачусь и гляжа. Ну всё ясно. Это Хаги-Ваги. Высылаю отряд. Вот ты где, попался. На пол его, на пол. Ваш воришка пойман. А где наручники? А зачем наручники? Мы ему руки связали. Он же плюшевый. Понятно. Но уточку мне всё равно не берегули. Ничего, купишь новую. Ух, вот здесь дерево. Наконец-то купил себе уточку. Крап. Теперь я спокоен. А не текайся, как и моя праздная уточка. Ой. Что такое? Где моя уточка? Опять украли. Здравствуйте. Опять ты? Что у тебя? У меня опять уточку украли. Значит, вы поймали никого. Его уточек всё ещё не свободен. Хм. Младший помощник. Твои догадки. Не всё понятно, Серь. У похитителя уточек появился подразятель. Он копирует первого похитителя уточек. А ты прав. Хаги-Ваги в тюрьме сидит. Значит, у него действительно подражатель. Да кто там опять? Извините. У вас уточек не будет? Нет у нас уточек. Сами ищем вот. Нюлядня. Я просто коллекционирую их. Ну и коллекционируй в другом месте. Не мешай работе полиции. Мы тут серьёзными делами заняты. Экстрасенс. Что ты видишь? Чак-чак. Счёт чуть унясь. Пока ничего не вижу. Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Минуточку. Визу. Кудрячки и мячики. Так. Ну всё ясно. Это Катина Ивановна из твоей школы. Высылайте отряд. Всё происходит. Хватайте её. Нет-нет-нет. Не нядя. Не нядя. Так. Ну всё. Наша работа сделана. До свидосики. Криндец какой-то. Может, Геннадий Петрович мне поможет? Геннадий Петрович, здравствуйте. Привет, Варков. Ну как твои дела с уткой? Этот майор Репкин вообще бесполезная как урка. Вёл от кого попкона. А утку так и не ясно. Может, вы мне поможете? Ну давай разберёмся. А помнишь того типа странного? Он подходил и каждый раз спрашивал про утку. У него ещё куча уток в мешке. Да. Он каждый раз появляется, когда мы пытаемся найти утку. Да. Судя по всему, он живёт где-то неподалёку от полицейского участка. Давай попробуем найти его укрытие. Пойдёмте. Смотри, Варков, тут дверь, а на ней утка нарисована. И правда. Заходим. Ой, вот и он. Здравствуйте, у вас утечки не будет? Ничего себе здесь уток. Утка-нюдься можно. Смотри, там подвал. Отвлеки его, а я спущусь, проверю, может, там твоя утка? Как отвлечь? Ну придумай что-нибудь, ты же постоянно на уроке всякую ерунду вытворяешь. Пятня. Здравствуйте, какое небо сегодня гривое, правда? Это вообще депотярёк. Ну, ну, не знаю, Депетрович, поспешите, пожалуйста, я больше не знаю, что ему сказать. Так, а вот и подвал, что тут у нас? Кряк. О, утка, я пришёл спасти тебя. Кряк. Эй, я же спасаю тебя, не крякай на меня. Кряк. Да чтоб тебя, курица неблагодарная. Кряк. Кажется, твой учитель сегодня будет уйти, не постеть, себя смевать. За чем моя утечка наслась? Итак, ребята. Сегодня в нашем классе новенькая. Знакомьтесь, киси-миси. Аня-ся не зевая. В смысле не живая? Ррр. Всё, понял, зевая. Тряпка с грязями. Так, Кусев, скажи своей лягушке, чтоб не обзывалась. А всё. Присаживайся, киси-миси, и мы начнём урок. Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Итак, открываем учебник и повторяем прошлую тему. А я пока отойду ненадолго. Рёзовая кокуйка. Рва. Рр. Мисёк с зубами. Р. Подотенься с руками. Ква. Кия! Кия! Так, ребята, я вернулся. Минутку, что здесь произошло? У меня стюклигушка с ясериться огребли. Это хорошо. А утке что, не досталось? Аня просто не обзывалась. Вот и правильно. Нечего обзываться. Хэтскарик. Что? Пип. 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 Это всё? Р. Что? Говорите понятнее. Р. Р. Так, ну понятно. Очередной неформал. Эй, пс. Это вообще тебя Хаги-Ваги. А, вот оно что. Ну и что же вы хотите? Р. Ладно, сейчас посмотрим, что там любят Хаги-Ваги. Так, газевовка. Пип. Р. Ещё что-то? Р. Так, ещё Хаги-Ваги любят хомяков. Извините, у нас только мышь. Пип. Р. Да что ещё-то? Так, что тут у нас ещё? Хаги-Ваги любят кусь за жоп. Я воняюсь. Итак, всем внимание, приступаем к нашему очередному осмотру котлов для грешников Какафер здесь? Да Так-так, посмотрим Значит, по списку у тебя в котле должны быть жулики, хулиганы и воришки А у тебя там кто? Отменяльщики Какие ещё отменяльщики? Это что ли те, с которыми о чём-то договариваешься, они в последний момент сливаются куда-то? Да Так они же должны быть у Тагадура в котле Тагадур, а у тебя что? Юлики Опять вы всё напутали Ладно, не доставать же их теперь обратно Но впредь, чтоб без ошибок Хасю Хасю Так, следующий, чистилищев А, ну вижу, всё вроде нормально Нога только торчит, вон, поправь Так, воткозавр, это что это у тебя такое? Утка варит макарошки Какие макарошки? У тебя там телефонные мошенники должны вариться Упс Так, ребята, сегодня у нас новенький Поздоровайтесь, Рыбкин Привет, ребятики А теперь, Рыбкин, присаживайся Вон, рядом с Уткиным Ой, Ватковым С вашими рыбами и утками уже совсем запутался Вон, тебя присаживайте Ну да, вон, между Ватковым и Кусевым Видишь, свободное место есть Садись туда Креп Ква Кру Ква Помогите Добро пожаловать, Рыбкин, в наш дурдом Спасибо Итак, сегодня на уроке мы будем рассказывать страшные истории Кто хорошо расскажет, получит пять Есть желающие? Я Ну давай, Кусев К моим соседям каждую ночь приходили кусать и призрак Они очень боялись и хотели перелезать в другую квартиру Но я им сказал, что это был я Ну ты даешь, Кусев Бедные соседи И что, до сих пор кусаешься? Нет Потом они мне подарили лягушку И я стал чуточку добрее И не кусаю, кого попало А кого кусаешь? Учителей, которые ставят двойки Пять Так, кто еще хочет? Я могу Ну давай, Паукова Каждую ночь ко мне приходит призрак паука Призрак паука? А такие вообще бывают? Ладно, ладно, бывают Ну так и что дальше? Так вот Он бегает по мне с своими большими призрачными ляпками И после этого я стал носить на голове своего паука И призрак от меня стал Ничего себе И спишь с пауком на голове? Да Ох, Паукова, Паукова Ладно, пять Сапиба Ну что ж, давайте теперь я расскажу свою страшную историю Давайте Это было очень давно Я тогда переехал в новую квартиру Райончик был тихий Соседи добрые и порядочные Светло, хорошо А главное, близко к моей работе Так вот Ложусь я, значит, спать Только начинаю засыпать Как вдруг за стеной слышу вой И какие-то звуки ходьбы Такие шаркающие шаги Туда-сюда, туда-сюда Так, сам ты сусы Ну значит вот Думаю, ладно Может быть больше не повторится В итоге это повторялось каждую ночь А как-то раз я ночью засиделся за чаем и любимым сериальчиком Как вдруг слышу Эти шаркающие шаги уже у моей двери И вдруг резко вой Прям под дверью Но я испугался немного, конечно Подхожу к двери Чтоб посмотреть в глазок Как вдруг резкий стук Бум, бум Еще больше испугался Смотрю, значит, в глазок А там Утка Так, Владков У тебя вместо мозгов уже скоро утка будет Не мешай рассказывать Извините Ну так вот Смотрю я в глазок А там пусто Никого Я даже открыл дверь и вышел проверить А там совсем никого Пустота Ну думаю, пипец Перепил чаю называется Так, Тыгодыков Ты зачем занавески на себя нацепил? Я просто призрак Сейчас у тебя в журнале призрак двойки появится Извините Так вот На следующий день встречаю соседа в подъезде Так он мне такое выдал Что я потом сразу съехал оттуда Говорит, в той квартире Где я каждую ночь слышал эти шаги Уже 20 лет, как никто не живет И мол, там что-то такое жуткое произошло Что даже священника вызывали Злых духов изгонять В общем, после этой истории Я тщательно проверяю Если собираюсь куда-то переехать Но как бы то ни было, ребята Я все равно в призраков не верю Думаю, их не существует Кря-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Готовь школьные принадлежности. Сейчас начнём урок. Исё. Вот, ребята, ещё один адекватный ученик с нами. Не то что наш Лотков. Тащит в школу, что попало. Да, Лотков? Нет. Опять ты утку вместо тетради притащил. Утку? Да. Вот что ты за ученик, Лотков. Вон, бери пример с нашего новенького. Комков, ты уже подготовился к... Святые колбаски, за что мне это? Итак, ребята, сегодня мы с вами поговорим о видах учеников на уроке. Первый вид. Ленивая зёбка. А ещё я? А не сё. Тебе даже в туалет лень сходить. Сидишь терпишь весь урок. Да у меня пакетик есть. Я тебе дам пакетик. Извините. Так, следующий вид. Телефон озависимый. Есть немнёська. Что ты в нём сидишь? Он же кнопочный. В змейку играю. Змейка у него. Если уж играть на уроке, то в нормальные игры. Зачем так рисковать ради змейки? У меня смартфона нету. Ладно, не буду тебе двойку ставить. Но в следующий раз, чтобы без смартфона на уроке не играл. Так, следующий тип. Это постоянно жрущий. Да-да, это ты, Комков. У нас у всех уже привычка слышать хруст сухариков после каждого слова. Скоро сами будем хрустеть уже. Твои друзья ваншковы закончат, устроятся на работу и будут. Здравствуйте, я сотрудник компании Мягкие Лапки. Хрум. Мы предлагаем нашим клиентам прекрасные мягкие подушечки. Хрум. А Лотков в Макдональдс устроится и будет на кассе всем говорить. Здравствуйте, вам большую картошку? Хрум. И два Биг Мака? Хрум. И в итоге весь заказ сожрёт. Упс. И всё это из-за вечно жрущего на уроках Комкова. Ну простите, просто вкусно очень. Вкусно у него. Дома надо есть. Так я и дома ем. Надо же, и не лопнул ещё. Бум. Так, ну и ещё один вид, это бунтарь. Как на шватку. Что угодно делать на уроке, лишь бы не работать. Нет. Что, Дя? Не оскопляйте учениками в кориторе. Что? Дим нужно через секунду. Время наказания. Ну когда же ты поймёшь? Святые колбаски, за что мне это? Итак, скоро Хэллоуин. Поэтому сегодня на уроке мы будем общаться с призраками. Ура! И первый Кусев, задай вопрос призраку. Призрак, можешь взять мне тирельку попкорня? Кусев, это призраки, а не доставка еды. Зача удобнее. И беспрятнее. Лучше бы пиццу тогда заказал. Ладно, следующий тыгдыков. Идет призрак. А может, перед чем-нибудь смешной с нашим директором? Так, ну что, вы подписали документы? Да, конечно. Мы готовы спонсировать вашу школу. Тем более, наша компания видит, как его серьёзно тиректор. Да, да, я такой. Пань. Так, это кто там шуточки шутит? Так, тыгдыков. Призраки не для того, чтобы над директором шутить. Так, следующий Лотков. Кусев, призрак. Несь учитель Стефень Твойки. Можешь заблять его с собой? Что? Эй, что происходит? Сгинять сюда, нечисть. Сгинять, как нервяешь. Смой, скачешь. Здравствуйте, я представитель Лотковицы, выполнен косметиками. Проверим ваше сочинение на тему зима. И первый у нас Кусев. Что тут у тебя? Зима, это когда кругом сугробы и кусачий мороз. Такой кусачий, что мои питомцы совсем укусили. У тебя есть питомцы? Неа, бей синие или куськи. В смысле бешеные? Ква. Эй, не кусайте меня. Ква. Ай, больно же, двойка тебе. А я вам секретное яичко принёс. Пять. Так, следующий, сосискин. Ненавижу зиму, потому что кругом лёд, снег, а с крыш свисают ледяные сосиски. Какие ещё ледяные сосиски? Ну такие скользкие, эти в небо. Это сосульки, сосискин. А, ой. Следующий, Лотков. Зима, это отстой. У меня замёрзла утка и превратилась в кусочек льда. Это как? Утят. Ты что, мороженую тятину на урок припёр? Нет. Ну давай её растопим. Боль, боль, боль. Кря. О, растаяло. Кря. Утиный суп взбесился. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Хочу лето.